Добрый день! Меня зовут Алексей Гущин. Сегодня я гость в этой студии и расскажу и отвечу возможно на вопросы о современных технологиях стабилизации фото-видео съемки, которые используются в Перми у нас и мной и моими коллегами и по всему миру и в Европе. Пару слов о себе расскажу, как я начал заниматься в первую очередь аэросъемкой. Закончил в Пермском государственном университете специальность телевидения на кафедре журналистики и сразу начал работать в прессе как фоторепортер. И уже года через два, когда на рынке еще не было ни предпосылок, ни таких услуг, по аэросъемке у меня возникла идея, как же можно выйти из предела, скажем так, двухмерного пространства нашего, чтобы камера была выше штатива, выше каких-то зданий, потому что не было возможностей, за исключением вертолетных съемок, которые, естественно, очень дорогие и снимались в Перми, ну просто единицами авторов, если этого требует какой-то проект. Ну, допустим, большинство архивов в редакциях формировались, что касается аэросъемки, когда кто-нибудь с губернатором на вертолете летит через, на открытие чего-нибудь, допустим, в один из городов нашего региона и по пути они делают эти картинки через люминатор. Или если снимались большие документальные или полнометражные игровые фильмы, то заказывали специальные вертолеты, час смены или сама смена стоили сумасшедших просто денег. Сегодня, буквально за последние, так, если посчитать, пять лет, все совершенно изменилось и появились совершенно удивительные возможности с низким чеком, затрат на не просто услуги съемки, а даже на приобретение этого оборудования. То есть, все началось, если говорить об аэросъемке, у меня в году, наверное, в 2010-м, когда появилась идея. Надо еще сказать, что со второго класса я занимался авиамодельным спортом, ездили и по краевым, и по федеральным соревнованиям, и первенство брали неоднократные на тех и на других. И поскольку летательные аппараты, скажем так, которые мы собирали своими руками, и устройство, и использование, и обслуживание я представлял, как себя вести, то появилась идея, как же фото- или видеокамеру можно прикрепить к этим аппаратам, для того, чтобы это было хоть как-то на выходе получался результат, применимый коммерческому видео, скажем так, потому что для себя-то просто так это никому не интересно, естественно. Надо, чтобы конечный продукт был какой-то. И началось следовать этот вопрос, ходить по аэроклубам. Никто не мог мне посоветовать каких-то решений, потому что в мире их, но на нашем конкретно рынке отечественном не было, кроме как примотать фотоаппарат чем-нибудь к корпусу самолета или вертолета радиоуправляемого. Но буквально в течение года в Европе появились прототипы. Насколько мне известно, первооткрывателями были немцы. На севере Германии есть частная компания, которая до сих пор занимается производством очень серьезных плат и полностью систем коптеров под ключ для геодезических съемок и для просто любительских пилотируемых аппаратов, начиная от квадросистем, то есть с четырьмя моторами и заканчивая экспериментальными любым желаемым, потому что они и программное обеспечение, и платы изготавливают сами, у них есть свои инженеры. И вот эта немецкая компания, она очень быстро, попросту говоря, раскрутилась и начала эти платы и все необходимые софт и контроллеры печатать по всему миру. И на их оборудовании стал работать уже Голливуд. Вот, то есть самая часто используемая на 2012-2013 год база Октокоптера на раме Синистар американского бренда, на ней снимались большинство первого видеоматериала, который пошел уже и в сериалы, и в кино, хотя до этого все съемки велись на дорогостоящие вертолеты, специально грипованные таким подвесом, который у нас в российском кино называется Гравитсапа, где кинокамера вставляется на тот же принцип бесколлекторных моторов, но они таких огромных размеров, что вся конструкция весит, ну, наверное, около 100 килограмм, и поднять ее может, естественно, только пилотируемый вертолет, скажем так, как это правильно назвать-то, ну, авиации уже совсем не любительской, не гражданской. Вот, Алексей, я сейчас показал ваш ролик с вашего YouTube-канала «Над карьером летает». Это самые-самые первые съемки, сейчас вот я о них расскажу. То есть первым делом, вот когда пришел этот немецкий аппарат, что стоило мне с заказом деталей из пяти разных стран, потом сборкой всего этого, настройкой, зима ушла на изучение всего этого, на изучение овладения полетами в специальном симуляторе, написанном этим же немцами, и потом в этот же момент примерно очень широкое на рынке влияние получает компания DJI, которая сейчас известна как лидер в мире по системам стабилизации и изготовлению доступных для любого пользователя коптеров и систем стабилизации. Вот, и DJI значительно их буквально за очень короткий промежуток времени опередили, и, скажем так, весь мир стал летать на DJI. Но вначале была вот конкуренция или немецкое железо, или вот DJI. Немецкая компания называется Multicopter. А конкуренция в Пермском крае сейчас, модели много и дешевые, дорогие, она есть? Конкуренция просто огромная. Сейчас вот я просто очень издалека начал этот рассказ. Да, у нас времени много, на самом деле. Значит, когда все это собрали, первый аппарат, первые запуски прошли, и я понял, что это очень рискованно, оборудование очень дорогое, пришлось купить просто второй чуть попроще, чтобы научиться летать. Вот, начали, поскольку все мною это было, вся идея вообще появилась из-за фотосъемки, но видео в мою жизнь, скажем так, пришло именно благодаря аэросъемке, потому что все тестовые полеты ведутся через камеру на борту, и картинка совершенно более ценная в видеоформате, чем фото, если это касается аэросъемки, и даже на уровне самого коммерческого видео. Вот, и потом, вот, упомянутая компания DJI начинает выпускать Фантом, первый, второй, третий, это поколение квадрокоптеров от компании DJI, и это, что называется, достал из коробки и полетел. А раньше для того, чтобы создать вот этот аппарат, который размером с капот от автомобиля, потребовалось просто, ну, огромное количество времени, минимум несколько месяцев, просто, чтобы собрать еще, потом научиться, освоить все это. То есть, здесь просто пришел в магазин и купил сейчас, и из-за упрощения, скажем так, доступности и элементарности даже, этой технологии для рядового пользователя, что сделала компания DJI появилось огромное количество ребят, кто начал этим заниматься, и сегодня я даже не представляю, сколько есть дронов в Перми, потому что их покупают не только любители и профессионалы, но и просто те, кто не занимается ни фото, ни видео, чтобы поиграть, скажем так, полетать. Вот, у каждой видеостудии сегодня есть точно свой дрон, у каждого фотографа, который давно этим занимается, ну, не каждого, хорошо, через одного точно есть, и сегодня конкуренция такая же, сколько просто участников рынка, то есть у каждого есть этот аппарат, скажем так. Очень быстро дроны тоже стали вчерашним днем, точнее, уже как бы все привыкли. А вот новое, я сейчас показываю ролик вашего, недавно его выложили, называется Gubacha 2017 Osmo. Это как бы такое ощущение, что камера летит за вами. На самом деле это что? Вот это наземная версия той же самой технологии. Я вот про нее еще не рассказал, то есть в 2013 году примерно в середине или в конце системы стабилизации с сервоприводов изменились просто радикально. Все, что было до, стало каменным веком, потому что сервоприводы заменили бесколлекторные моторы, и эти системы, материал с этих систем полученный, он не требовал стабилизации вообще, то есть там ничего не дрожит ни от ветра, ни от движения модели или рук. Это уникальная просто технология на сегодняшний день. А эта камера, она как-то закрепляется на лыжнике, получается, да? Нет, Osmo это... Osmo похоже на этот микрофон, и размером, и весом чуть побольше. То есть камера тоже небольшая, размером на матрицу любую цифровую. И принцип такой, сейчас я вам просто покажу, у нас вот здесь есть в студии Квадрик, который наглядно вам это покажет. Внутри этой системы есть специальные датчики. Ну, то есть это видео снято было тоже с квадрокоптера, да? Нет, оно было снято с Osmo, но разница Osmo и Коптера только в том, что Коптер летает, а Osmo на Земле в руках. То есть система трехсевой стабилизации очень проста в том, что она как голова у курицы. Что бы ни происходило с вашими руками или с моделью летающей, камера все время будет влета в горизонт, или так, как вы ее откалибруете. Если вы ее поворачиваете, то она плавно повторяет движение. То есть не так, как я вот сейчас, да, например, я же с дрожью это делаю, а она плавно это сделает с компенсацией. Но сейчас ведь дроны уже выпускаются как бумеранги, да, они летают за хозяином, снимают его. А вот это Osmo, оно как выглядит? Osmo это больше всего похоже просто на ручку с камерой. То есть это трехосевой ручной, трехосевой стабилизатор. Просто в руках, да. То есть в одной руке у меня палки, во второй это Osmo, и на видео кажется, будто бы на съемке идет просто по рельсам. Или с дрона. Идеально, или с дрона, да. На самом деле, ну лыжник, вы себе представляете, как по склону едет? То есть его просто трясет из стороны в сторону, потому что он оттормаживается, едет по горам, объезжает елки. А камера как раз все это стабилизирует. Сбалансировать, держа еще камеру. Все это делает сама камера. То есть все, что от вас требуется, держать ее. Причем съемка данного видео велась. Я думаю, может быть она у вас на шлеме прикреплена была. Можно сделать и на шлеме, но в руках просто легче менять компоновку кадра, примерно как-то оценивать композицию. Хотя данное видео снималось вслепую, без смартфона. То есть трансляция картинки у Osmo, она ведется на смартфон, который крепится просто к этой камере, и вы видите, что у вас камера снимает. Тут же, но телефон на морозе замерзает. Сколько стоят эти камеры? Osmo от производителя стоит порядка 700 долларов сегодня. Это фантастически маленький бюджет, при том, что она дает разрешение 4К, на сегодня 60 кадров, и для того, чтобы аналогичное качество получить, нужно потратить не менее, без объектива, ну, допустим, полутора тысяч долларов. То есть DJI в плане дронов и электроники, он как Ikea в этом смысле. У них очень большие объемы, они постоянно следят за рынком, обновляются. То есть эволюция поколений происходит каждые полгода. И каждая железка, которую я вам только что показал, в том числе купленная в августе, она уже устарела, потому что недавно вышел вместо 4-го вот этого фантома, фантом 4 Pro. Ну и вплоть до детей, есть модель несколько тысяч рублей стоит, для взрослых дядечек несколько десятков тысяч. Да, но мы сейчас говорим не просто о летающих дронах или вертолетиках, а применимо именно к видеофотосъемке. То есть то, что продается, скажем так, как за 3, даже 10 или 15, даже 20 тысяч рублей, оно не применимо к коммерческому видео, потому что оно осталось где-то в начале десятых годов, по тому качеству, которое можно получить. Ну а если вы делаете видео селфи летающие, уже есть эти наши дроны, которые снимают и летают, как собачка за тобой? Да, можно даже вот этот дрон, который есть у нас, у него есть летящий режим, то есть причем есть дроны, которые отслеживают своего хозяина автора видео по GPS, то есть по отдельному браслету, и он следует по координатам GPS. А Фантом, он визуально его распознает уже по картинке. То есть, допустим, из нескольких автомобилей на экране или нескольких людей, которые попали в кадр Фантому, вы просто у себя на смартфоне выбираете тот объект, за которым нужно следовать, и он будет за ним следовать. Ну, коротко, что такое фотодело, Алексей, ваше сетевое сообщество? Там несколько сотен человек уже. Это все энтузиасты этого дела. Фотодело – это объединение, которое было создано более пяти лет назад, как некоммерческое объединение, для проведения бесплатных мастер-классов, лекций, для образовательных целей всех желающих, от любителей до профессионалов. Мы приглашали и, скажем так, и редакторов, и ключевых авторов в разных жанрах, для того, чтобы они поделились своим мастерством со всеми желающими, кто может прийти на наши лекции. И последний интенсив у нас проходил в ноябре. Это был интенсив для детей, где у нас в течение четырех дней была программа каждый день по четыре часа, нет, пяти дней, по разным сферам медиарынка, начиная от простой фотографии, заканчивая телевидением, то есть применимо к тому, стоит ли человеку, скажем, этим заниматься по жизни, если ему это просто сейчас интересно. Мы объясняли школьникам и студентам, что их ждет, начиная от того, как работает фотоаппарат и сколько они, допустим, если сделают это делом всей своей жизни, смогут зарабатывать там через два-пять лет, и стоит ли этим заниматься, начинать вообще. Ну вот летом вы приезжали в детский лагерь, в котором я тоже работал, у нас была тематическая смена, журналистика, вы тоже проводили свои мастер-классы с ребятами из трудных семей, из приемных семей и так далее. Да, в июне. И заканчивая, как вам удалось стать лучшим фото-журналистом Пермского края 2016? Благодаря работе в команде с прекрасным, одним из лучших журналистов Пермского края, Анной Букатовой, которая на тот момент делала серию спецпроектов для газеты в курсе. Мы были в колонии, вместе снимали, были в монастыре, делали еще репортаж про зимнюю рыбалку, и один из этих репортажей, сделанных совместно, я направил на конкурс. До этого не участвовал, к сожалению, в конкурсе союза журналистов и не состоял, как даже в фото, в союзе фотохудожников. Ну вот решил подать заявку, тем более юбилейный конкурс, 50 лет. Ну вообще-то, вот ваши дроны, они ведь как бы скрывают тот факт, что на самом деле вы очень востребованный фотохудожник, скажем так, и вы снимаете в первую очередь, да, в первую очередь, я здесь как фоторепортер, и с театром, и с несколькими театрами я работаю, начиная с 2009 года, еще когда был студентом, мы начали сотрудничать, это и сцена молот, и драматический театр, и оперный театр, и еще парочка других театров, в общем, если затрагивать тему фотографий в театре в Перми, то это моя ниша, скажем так, да. Ну а там нужна техника, новая, новые технологии, какие там, кстати, фотографии есть, новые штучки? Применимы к театру, это в первую очередь, ну здесь классика, это светосильные объективы, это бесшумные камеры, потому что в театр это зрители, которым затвор мешает, то есть здесь все просто, просто как классика фотографии. Единственная сложность, которая отличает театральную съемку от репортажной съемки, вы не можете двигаться по залу, и успех вашей съемки зависит от опыта, применимых к выбору точки съемки, то есть заранее понимая сюжет постановки, вам нужно выбрать точку в зале, так, чтобы все, во всех ключевых моментах вы видели и сценографию, и артистов, чаще всего это симметричная расстановка, просто в центре, чуть-чуть повыше, скажем так, на штативе, и универсальный объектив, светосильный. Важнее дорогая аппаратура или новые технологии, или что-то другое все-таки в искусстве фотографии? В искусстве фотографии, в искусстве фотографии, сейчас, сейчас это больше классика и синтез, скажем так, работы в разных жанрах, потому что если в одном работать, это все равно зашоренное несколько восприятия, и самой картинки, и композиции, и просто рынка, если автор-универсал, который работает не только репортером, но и, я не знаю, рекламой занимается, в том числе и с прессой, и свадьбой снимает, допустим, то вот это и на производстве, вот этот автор, он, скажем так, более объективно видит картинку, и может помочь любому заказчику на любом уровне. Если про современные технологии, то, на мой взгляд, последняя камера, там, у семейства Canon 5D Mark III, она способна решить любые задачи, но последние несколько лет ведется настоящая борьба между производителями за, так скажем так, две стороны, зеркальные камеры или беззеркальные камеры. На мой взгляд, это будет еще несколько лет длиться, но саму, как бы, суть проблемы, то есть это все равно, что спорить, что лучше, там, я не знаю, Tite или Aria или Canon или Nikon, смысл нет никакого. Вопрос в том, у кого в руках эта камера и какие задачи он выполняет. И даже современные беззеркальные камеры, они не могут помочь репортеру, который снимает, я не знаю, гонку оленеводов в каком-нибудь Когалыме, где мне тоже посчастливилось бывать, потому что там холодно, и это как спорт, нужно очень быстро все это делать, и нужна просто надежная репортажная аппаратура, то есть беззеркалка там просто сядет за 20 минут, и, скажем так, для репортера современные, все фотографические истории касаемо беззеркалок, они не подходят для художника, да. Все современные гаджеты, они сейчас направлены именно на съемку видео, потому что там необходима стабилизация, там необходима тайминг по продолжительности полета, за который борются сейчас все производители коптеров, ну и качество матриц, собственно говоря, которое на сегодняшний момент ни у одного из производителей, включая DJI, не может пока похвастаться в сумеречной съемке или в ночной съемке с наземными хорошими системами, будь то зеркальные или беззеркальные камеры. Алексей Гущин, мастер технологий новых, мастер фотографии и видеосъемок и лучший вот журналист Пермского карета 2016 у нас был сегодня в студии. Спасибо. 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 Спасибо.